Даже не знаю, как это видео заглавить. Как вариант, пусть будет китайская проблема аорсов. Дело в том, что при изучении гумского вопроса и при сопоставлении всех материалов, в общем-то, древнеславянской истории, истории скифий и вопроса о непосредственном переходе государственных формаций скифий, собственно, в государственные формации уже известные как славянские. Для меня важными нюансами является держава аорсов и также, собственно, следующая ее же формация – это держава антов. Хронологически, археологически, территориально между державой аорсов и державой антов есть преемственность. На территориях западного Приднепровья, на территориях, в принципе, от Днепра до Днестра, от Днепра до Днестра, ну, соответственно, не сильно углубляясь на запад, скажем так. Потому что на западнее уже начинаются территории, связанные с Искростаном, Искростанские Амфекционии, ну и дальше другие уже славянские общности, дальше, еще дальше, собственно, Тляйвия, также известная как страна Дулебов. Поэтому, если так далеко не углубляться, а, соответственно, возьмем Южный Буг как сердцевинную реку данной страны и обозначим земли между речи Днестра и Днепра, вот как, соответственно, территории державы аорсов. То на этих территориях приблизительно уже с еще скифских времен до андских времен наблюдается прямая культурно-археологическая преемственность. То есть можно видеть какой-нибудь курган какого-нибудь V века до нынешней эры, и можно, в принципе, найти плюс-минус такой же курган уже даже V века нынешней эры. Это с таким достаточно большим разбросом. Что же касается каких-то находок, которые, допустим, II-III век до нынешней эры и II-III век нынешней эры, в общем-то, все, что здесь было, оно плюс-минус также торжественно. На этих территориях нет никаких свидетельств того, чтобы в сколь-нибудь ощутимо близкие к нам времена Сюда вторгалась какая-то кочевая орда, ну, если не считать, допустим, уже более поздние времена появления на южных территориях каких-нибудь авар, венгров, половцев, печенегов, татаро-монгол, россиян и всех вот этих. А если считать вот именно скифские, сарматские и дальше времена Руси, то на протяжении всех этих времен никаких нюансов, в общем-то, как-либо дающие возможность представить, что сюда какой-то народ в массовом своем масштабе переселился, в общем-то, археологически нет. То есть, конечно же, теоретически, какое-то династическое ядро, если его лишили владений где-нибудь западнее или восточнее, или севернее, или южнее, оно могло, соответственно, добравшись до этих территорий, если оно смогло бы подчинить или как-то уничтожить местное ядро и занять его место, то вот если так видеть себе переселение народа, то это вполне возможно, потому что археологически тут речь не будет идти о смене археологической культуры. Люди, как выплавляли металл плюс-минус 500 лет до этого и тысячу лет до этого, плюс-минус также выплавляли и позднее, некоторые навыки терялись, некоторые навыки нарабатывались. На протяжении периода от Кемерии до Сарматии наши предки потеряли навык или возможность, или умение, или знание, или еще как-то так, качественной обработки камня до тех чуть ли не зеркальных поверхностей, которые можно видеть на кемерийских каменных топорах, каменных булавах, Вот в скифские времена подобные каменные булавы или топоры были уже достаточно редкостью, хотя развивались металлические, а часто железные топоры, железные булавы, часто с великолепнейшим золотым каким-то сопровождением в виде ножен, в виде каких-то поисков, на которые это все подвешивалось, или даже, в общем-то, с золотыми накладками на сам предмет. Вот это все можно находить, вот этого всего достаточно много, и как раз на протяжении скифских времен это постепенно развивается, постепенно так или иначе совершенствуется, существует то, что называется скифским звериным стилем, оно, ну, в разных регионах скифии чуть по-своему модифицируется, и, в общем-то, все плюс-минус автохтонно. Но, если открыть Википедию, тем более, если почитать уважаемых ученых, в данном плане Википедия, кстати, еще более лояльна к своему читателю, если же почитать некоторых академиков, то можно вообще прийти к жуткому выводу, что аорсы – это китайоцы, ну, или, по крайней мере, какая-то часть сарматов, которая в свое время путешествовала по очень-очень восточным регионам Азии, где входили в контакт, соответственно, и с китайскими, в частности, какими-то деятелями. Как это объясняется, говорится, что, типа, у античных авторов есть упоминания названий народов, схожих с названием аорсы, соответственно, на территории Центральной Азии и Прикавказья. И вот я это все читаю, и у меня какое-то такое болезненное дежавю. В общем-то, с гуннами та же самая история. Найдены китайские сюни, при том, что европейские авторы не знали никаких сюней. Они не знали, что гунны – это китайцы. Но, как бы, сейчас считается, что гунны – это китайцы, потому что якобы когда-то над Китаем жили некие сюны, ну, чуть ли не с приставкой пи перед этим. Ну, так или иначе, вот какая-то фигня жила где-то. Может, не фигня, может, народ. Я не знаю. Но мне кажется, что фигня. Мне кажется, что бред, выдуманный по большей части современными, в общем-то, трактователями истории. Потому что, собственно, народы, связанные с Китаем, реальные, настоящие, невымышленные. Они плюс-минус как были рядом с территориями Китая, так плюс-минус и есть на своих исконно заселяемых территориях. Конечно, какие-то выселки делались и в западных направлениях, но тоже другая история. Однако, вот ровно так же, мифологически, бредово, чуть ли не в порядках какого-то злостного, больного анекдота, как к гуннам дорисовали всю вот эту юебань, так, в общем-то, и к аорсам также дорисовали азиатское происхождение. При этом наши дорогие академики, они как-то ссылаются на то, что, в общем-то, по общепринятой теории, сарматы пришли в Причерноморье с Азией. Ну да, такая теория есть. Такая теория начинается, в общем-то, даже от, соответственно, античных авторов. Единственное, что под словом сарматы нужно понимать, не весь народ, а именно царскую правящую династию и некоторые воинства этой династии. И все, по сути, это дело. И археологически для западного Приднепровья приход каких-то других народов на Северное Причерноморье, в общем-то, не особо даже и отразился. Потому что археологически нельзя найти какую-то такую отметку, что вот существуют, соответственно, скифские, скифские, скифские. Тут, допустим, скифские поселения должны быть сожжены, разграблены или оставлены. И вот через, например, сто лет появляются сарматские городища. Вот если бы все было археологически, выглядело бы так, то можно было бы сказать, что да. В общем-то, сарматы пришли, вытеснили скифов, заселили западную часть Северного Причерноморья. И, в общем-то, может быть, они и путешествовали где-то в далеких Азиях. Притом, снова же, если взять и Википедию, и наших дорогих академиков, они там этих аорсов пытаются искать от приалтайских территорий до Кавказа. И при этом, как бы, в отличие от сюннов, которых сватают вроде чигунам, по отношению к аорсам академики даже не попытались выстроить какую-то последовательность. Ну, что типа, знаете, там где-нибудь в V веке до нынешней эры они, допустим, были бы на территориях Алтая, а уже к какому-нибудь третьему они бы докочевали до территорий Каспия, к какому-нибудь второму они бы добрались до территорий Кубани, ну и дальше со второго где-нибудь к уже второму нынешней эры они добрались бы до территорий западной части Северного Причерноморья. Тут такого нет. Тут есть то, что некоторые из них ссылаются на какие-то археологические культуры, которые существовали на территории Азии и якобы имели какую-то схожесть с археологическими культурами, далее фиксируемыми на территориях ближе уже к Дону. При этом, снова же, по какому-то недоразумению, эти археологические культуры ассоциируются с аорсами. Да, если в этот вопрос не вдаваться, а просто почитать, что пишут академики, можно плюс-минус принять, что, ну, наверное, вот аорсы попутешествовали по Азиям, очень даже так качественно, возможно, даже разделяясь на штук 10 отдельно существующих группировок, потому что другие фиксируют какие-то схожие названия на территориях ближе к Персии и так далее. И как-то это вообще ни в какую последовательность такую, что типа они с Алтая перебрались туда, а потом сюда не связывается. Тогда нужно вообще предлагать теорию, что они просто кочевали на территориях от Алтая до Днепра, в разные времена, возможно, разделившись на кучу разных отдельных племен, и потом по велению какой-то неведомой силы объединились обратно. Конечно же, в нынешней такой вот трактовке истории могут записать что угодно, но реально представить это не получается. Особенно не получается ассоциировать вот эти сказания о аорсах-путешественниках с археологией, потому что, повторяюсь, археология на территории западного Приднепровья, в территориях Междуречия Днепра и Днестра не фиксируют какого-то серьезного изменения ситуации в рассматриваемых временных пределах. То есть, как где-нибудь в V веке до нынешней эры жили скифы, так, в общем-то, до возникновения черняховской культуры все было достаточно монолитно, и все можно смотреть на это и видеть, что да, какие-то нюансы материальной культуры развивались, какие-то чуть-чуть были упадки, какие-то были в симбиозе с Ольвией, как, в общем-то, крупным городом. Например, в государстве Фарзоя и Нисмея не было собственной монетной чеканки, пользовались монетами, отчеканенными в Ольвии. При этом на монетах изображали именно, в общем-то, самих царей державы Аорсов. И в те времена Ольвия также входила в эту державу. Но, например, монетный двор не разместили где-нибудь, не знаю, ближе к Виннице или Киеву, где также были древние поселения, конечно, в некоторых случаях с чуть отличающимися параметрами и названиями от современных. Однако, где поселения были с трипольских времен. Я мог бы привести несколько сотен карт разных археологических исследований, но не буду это делать, во-первых, потому что, видя комментарии, которые у меня есть даже под видео о гунах, люди не хотят реально оценивать факты. Нашлись те, которые пишут, что мы не можем согласиться, что гунны – это другое название славян, потому что мы не хотим с этим согласиться. Начали писать казахи, которые говорят, нет, Аттила был казахом. Как бы, а как? Покажите мне, не знаю, в соответствии герба Аттилы с гербом какого-то древнего государства на территории Казахстана. Докажите мне, что Аттила хоть был в своей жизни физически сам на территории Казахстана, или что хотя бы на территории Казахстана был какой-то его представитель. Я не исключаю, что, может быть, или войска Аттилы ходили войной на территорию Казахстана, или, может быть, даже там был какой-то союзник, или еще как-то так, потому что, в общем-то, Аттила не планировал ограничиваться Европой. И, естественно, если бы у Аттилы все хорошо получилось в Европе, то он бы пошел бы в Азию, и уничтожив некое недоразумение, называемое современными археологами Ю-Ебань, и уничтожил бы Туран, с которым воевал Иран, а потом подчинил бы Иран, подчинил бы Индию, ну и все, что смог бы подчинить. Такова дхарма завоевателей. Завоевывать, в общем-то, все, что только лишь можно завоевать. Но это уже другая история. Физически, археологически, да даже исторически нет ни одного зафиксированного источника, который бы говорил, что Аттила как-либо вообще соотносился с территорией Казахстана. Я сейчас не говорю о том, что Аттила, конечно же, не был казахом ни в антропологическом смысле, ни в культурном смысле. Аттила носил герб с изображением галицкой птицы. Кстати, вот та птица, которая изображалась как герб Аттилы, та же птица, которая позднее стала гербом Галиции, эта же птица присутствует на монетах Фарзоя и Нисмея, и, в принципе, плюс-минус также присутствует на большинстве монет Ольвии. Из чего можно, в принципе, сделать или грекофильский вывод, что держава Фарзоя или держава Аорсов еще ранее переняла, в общем-то, Геральдику от города Ольвии, что маловероятно, поскольку общеизвестно, что у скифов-сарматов был развит свой изобразительный стиль, называемый звериный стиль. Так нынешние ученые называют скифскую священную ритуальную Геральдику. Ну и в контексте этого представлять, что, имея нечто развитое свое, они будут заимствовать чужое, настолько же странно, как если представлять, что, не знаю, человек, имеющий миллиард долларов, будет, например, просить одолжить ему два доллара или два рубля каких-нибудь жалких просто вот у кого-нибудь. Такое теоретически в каких-то редко представляемых ситуациях может как бы и случиться, но такое чрезвычайно маловероятно, и если бы такое и имело место, то имело бы ограниченный какой-то формат. А если данная птица изображается на монетах Фарзоя и Несмея, если данная птица изображается на разных других предметах, в общем-то, с территории державы Аорсов, если данная птица получила свою интерпретацию и во времена уже черняховской культуры, и если данная птица, в общем-то, изображалась и на гербе Аттилы, а позднее перекочевала даже на герб Галиции, то, в общем-то, логичнее предположить, что это был исконный священный знак державы Аорсов, династии Аорсов, и что именно вследствие того, что они доминировали над Ольвией, Ольвия избрала некое схожее изображение птицы, как один из своих символов. Как символ Ольвии – это птица, едящая на дельфине, где дельфин является как бы священным животным Аполлона, в греческой интерпретации, ну, или купалы в славянской интерпретации, а, соответственно, птица, едящая на этом дельфине, является, в общем-то, символом самого Аполлона, если использовать греческую интерпретацию, ну, или купала, если использовать славянскую интерпретацию. Поэтому, как бы, тоже вопрос этот еще подлежит исследованию. Но, тем не менее, Геральдика Аттилы соответствует с Геральдикой Фарзуя и Несмея. И никак не имеет никаких прототипов, или даже не имеет своих продолжений в Геральдике, ну, например, того же Казахстана. С Венгрией тут, конечно же, все сложнее, поскольку, как бы, какая Геральдика была у исконных венгров, которые пришли с, в общем-то, по Волжье на территорию Украины, неизвестно. Но, проходя территории Украины, они были зафиксированы в, собственно, византийских текстах. В ходе всего этого также зафиксировалось то, что часть территорий Украины в те времена называлась Лебедией. А если так, то тут очень хорошо вспоминается сказание про Кия, Чека и Харива и сестру их Либыц. И если в честь Кия назван Киев и, собственно, Куявы, которые жили даже на территории Польши, если, собственно, в честь Чеха все формации Чехов, от которых, ну, сейчас, к сожалению, остались только вот те Чехи, но в древности их было чуть больше. И, в общем-то, от Харива все, что связано с Хорватами. Белые Хорваты, Харутаны, Хорваты, которые сейчас Хорваты, и другие. Правда, если брать более расширенные версии данного сказания, то родичами Кия, Чека и Харива были также Рус и Славин, а также Древа, Скрева и Полева, а непосредственными братьями Кия, Чека и Харива был также Крак и Лях. Поэтому, в общем-то, в таком контексте становится понятно, что и то, что часть территорий Украины еще во времена 8-9 веков нынешней эры называлась Лебедией, куда пришли венгры и вследствие связи венгров с византийцами, так уже из византийских источников через передачу венгров сохранилось, что часть Украины называлась Лебедией. И дальше венгры начали называть своих деятелей, в частности, и именами такими, как Арпад, что является, в общем-то, отсылкой к даже еще древнему, достаточно, скифскому имени. И также называли именами Лебедян, Лебедий и другими. Дальше венгры, когда уже прибыли на территорию своего нынешнего расположения, там также до этого проживали осколки Авар плюс славяне. И венгры абсорбировали значительную часть местных легенд, сказаний, которые позднее они так или иначе уже начали связывать с собой. Так что с венграми тут все намного сложнее. И какое-то доотношение к Аттиле венгры имеют, по крайней мере, территориями, которые сейчас населяют они, а когда-то эти территории принадлежали Аттиле. Венгрия соседствует с Украиной, а Аттила правил из города Галич, известного как Кенугард. Возможно, что именно территориями Венгрии Приск Панийский добирался до Галича, когда, в общем-то, отправлялся в посольство от Римской империи к Аттиле. Ну, а вот Казахстан какое имеет отношение к Аттиле? Казахстан, вероятнее всего, даже частью не входил в империю Аттилы. На территории Казахстана нет никаких памятников, связанных с Аттилой. На территории Казахстана Аттила не вел никакие боевые действия. И, в общем-то, ничего, никак, не до Аттилы, ни Баламир, ни Бальтазар, ни другие предки Аттилы, вот непосредственные такие, которые были представителями Раскаланской династии и жили на территориях восточнее Днепра над Азовьем, ну, приблизительно, собственно, от, как бы, владений уже аорсов до, собственно, владений сираков. А в некоторых случаях Раскаланы подчинялись себе и владения аорсов, и тогда Великое Раскалание еще раньше, еще задолго до Аттилы, Великое Раскалание уже простиралось на территории от Днестра и даже Дуная на юге до, соответственно, Дона на востоке. Ну, так или иначе, то другая история. Вот держава аорсов непосредственно связанная с Аттилой как бы в плане Геральдики, поскольку Раскаланы после смерти князя Буса совместили свою Раскаланскую Геральдику с Геральдикой в общем-то аорсов. У Раскалан геральдическим птахом является птах, распростерший крылья в обе стороны, а у аорсов птах, несколько сложивший крылья. И в Геральдике Аттилы можно видеть оба варианта. Получается, Атттила в качестве своей личной Геральдики взял не родовую Геральдику, а Геральдику в общем-то той части своего наследия, своей державы, которая изначально принадлежала аорсам. То есть это птах со сложенными крыльями, сидящий и смотрящий в юго-западном направлении. А в качестве имперской Геральдики прославляя своих предков Ракс, Ариянов, Раскаланов, Аттила использовал в общем-то птаха распростирающего крылья и поскольку в общем-то также к этому объединению примкнули киевычи с киевским амфиктионием и окружающими его территориями. И тогда киевычи, русы, поляне составляли еще одно как бы ядро. Они объединились с аорсами еще где-то около второго века нынешней эры, то есть когда аорсы укрепляли свое могущество в Северном Причерноморье во многом даже в следствии дружбы с Римской империей. И в некоторых случаях, кстати, аорсы ставили очень много палок в колеса и Раскаланом, в частности князя Распаргана, который пытался римлян максимально как-то упорядочить и убрать подальше от Северного Причерноморья. Аорсы пытались дружить с римлянами, поскольку в общем-то в 49 году нынешней эры между аорсами и Римской империей был заключен договор между государством династии аорсов, правителем которого тогда был великий князь Эвнон и Римской империей был заключен договор о дружбе. Были осуществлены посольства в оба конца, проводились переговоры с перепиской и Римская империя тогда пристала на предложение аорсов и в общем-то не стала издеваться над побежденным Митридатом Восьмым и так гражданская война в Боспоре и в Северном Причерноморье которая возникла из-за конфликта Котиса и Митридата Восьмого в общем-то завершилась. С тех пор аорсы контактируя именно с Римской империей а не с кочевниками не с Азией не с степью а именно контактируя с Римской империей торгуя с Римской империей строя даже некоторое укрепление по римскому образцу активно взаимодействуя конница аорсов могла помогать римлянам в каких-то случаях с другой стороны какие-нибудь римские деятели могли вполне себе находить место среди аорсов предлагать какие-то услуги в плане того чего умели сами поэтому и некоторые ирригационные системы на территориях Днепроднестровского Междуречия в общем-то сделаны как раз в римском стиле и не только это и по всей территории Украины существует множество находок римских монет то есть во времена после заключения союза Эвнона и Рима в Северное Причерноморье просто потек поток римских монет нельзя считать что на тот момент это уже было данью это было торговлей это было очень активной торговлей и также в Рим текли товары с территории Северного Причерноморья очень тоже активно с другой стороны вследствие этого Северное Причерноморье лучше торговало и с Азией и это привело к тому что и зеркала которые изготавливались в Китае находят по всему Северному Причерноморью чуть ли не до территории Венгрии и реально некоторые продукты изготавливаемые или выращиваемые в Китае находят на территории Северного Причерноморья В частности китайцы тогда поначалу сами изготавливали неплохие котлы позднее от них изготавливать данные котлы научились некоторые народы степи и такое явление которое археологи называют гуннским котлом в действительности получило свое распространение в принципе гуннские котлы так называемые не являются чем-то уникальным и вполне возможно что они были изобретены даже не в Китае но просто в Китае они были поставлены на поток и поэтому распространились по окрестностям Китая изготавливались ли данный тип котлов в Северном Причерноморье именно по технологиям заимствованным из Китая или же тут последовательность наоборот или может быть сюда просто привозили котлы изготавливаемые в Китае это тоже вопрос который следует изучать в нынешнее время можно было бы сделать химический анализ металлов которые использовались при изготавливании данных котлов и проверить соответственно откуда они происходят с территории или Украины с территории или прилегающих каких-то стран или с территории соответственно степи или Китая ну и соответственно данное исследование дало бы ответ по крайней мере на вопрос о происхождении гуннских котлов но сами по себе гуннские котлы как предмет торговли никоим образом не являются доказательствами того что гунны были китайцами больше того то что называется как гуннские котлы на территории Северного Причерноморья появилось еще еще до как бы официального прихода гуннов поэтому я нашел такую бредятинку о том что видите ли аорсы качуя еще в Азии где-то там пообщались с предками гуннов и закупили у них некоторое количество котлов данного типа и вот так как бы это попало на территорию Северного Причерноморья так у нас кто гунны получаются производители котлов или воины они воины и производители котлов или они дикари которые чуть ли не с голой задницей сидящей на грязной какой-то замученной конячке стреляют с этой конячки стрелами и огромной толпой соответственно кого-то завоевывают то есть ну как бы тут разные вот эти нестыкуемые версии того что официальная трактовка предоставляет было бы неплохо чтобы исследователи сторонники официальной трактовки хотя бы у себя в мозгах попытались собрать до кучи и представить как оно целостно должно было выглядеть все это правда же в том что скорее всего аорсы просто покупали данные котлы и покупали их дальше и покупали их в общем-то так до того периода который называется гунским и никакого отношения к хонорам генос то есть империи славного народа то есть империи славян данные котлы не имеют сама же держава аорсов поначалу соединившись с державой полян киевычей и русов позднее вот эта соединенная уже держава вследствие действий готов потеряла свою верхушку правитель данной державы бус или бож потерял жизнь и с ним этот мир оставили 70 знатнейших князей данной державы вследствие чего вся верхушка в общем-то была уничтожена и чтобы не случилось усобица разных удельных правителей удельные правители согласились на то что Раскаланская династия по праву союзников по праву фактически аналогичному к римскому юридическому братству Раскаланская династия заняла соответственно престол и державы аорсов антов которая к тому времени уже включала в себя условно говоря полянскую державу и так вот эти три очага три этнические очага три этнические такие ядра сплавились в нечто целостное породив в общем-то империю хонорум генус империю славного народа или империю гумнов и позднее стали ядром для уже возникновения народа Руси народа Украины Итак предметом данного видео также являются аорсы как некоторые предшественники гуннской державы напоминаю что согласно моим исследованиям гунны это не какие-то китайские сюни а это название славян которое происходит от того что в первые века нынешней эры некоторые римские историки сделали запись самоназвания славян но не по-славянски а с переводом на римский язык в нашем языке самоназвание славян связывается со словом слава в римском языке было аналогичное слово звучащее как хонор или хоно соответственно если римлянин хотел сказать славный народ ему приходилось говорить хонором генус позднее спустя где-то пять столетий римляне уже будут фиксировать и самоназвание славян как всевозможные склавы склавины и всякое такое правда к тем временам римской империи уже не будет к тем временам уже наш князь Одуакар которого те же самые римляне называли природным гунном поправит в Риме это 14 лет после того как захватит его читая тексты про гуннов про Аттилу про Одуакра про отца Одуакра я начал задаваться вопросами относительно того что собственно доказательств азиатского происхождения гуннов не существует единственное почему я раньше не пришел к данному вопросу так это потому что в нынешней официальной исторической трактовке в общем-то во всех источниках приблизительно с такой же уверенностью как путинские пропагандистские СМИ говорят о том что не существует украинцев существуют бандеровцы так же само соответственно в нынешней исторической трактовке говорится что в общем не существовало европейских автентичных гуннов пришли китайские сюни где почему-то как-то оевропе оились и вот так стали европейскими гуннами при этом у всех этих европейских гуннов абсолютно европейские имена и я такой смотрю на это и думаю ну ладно можно предположить что у этих китайцев стала правящей какая-то европейская династия дальше смотрю а что археология археология в общем ничего кроме предметов которые можно с легкостью причислить всего лишь к экспорту китайских продуктов которые китайцы соответственно экспортировали на наши земли ну и вообще китайцы любили продавать на внешние рынки всегда достаточно много каких-то легко изготавливаемых товаров с другой стороны и некоторые товары происходящие из Индии или даже Египта находили на территории чуть ли не Перми так что в общем-то из этого когда в каком году было например египетское завоевание Перми или не знаю индийское завоевание Урала если как бы известно что ну недалеко от Урала находились предметы в общем-то из той же Индии и из Египта так что это значит ничего это всего лишь значит что была торговля те же самые предметы из Рима также находят далеко за пределами Рима в общем-то римские монеты находят даже у берегов американских континентов и тут уже тоже можно трактовать это по-всякому с точки зрения альтернативных трактовок истории можно строить какие-то теории о римском завоевании американских континентов с точки зрения самых таких простых попыток объяснить данное явление можно просто предполагать что поскольку римляне вели активную торговлю в частности выходя на территорию Атлантического океана с целью путешествовать в Британию с целью путешествовать между своими владениями в Африке и соответственно Испанией и Галией и той же Британией то в общем-то часть этих кораблей вполне могла себе попадать в разнообразные шторма и терпя крушение или как доноситься на волнах в общем-то до американских континентов но это уже так сказать другое а вот торговля на протяжении просторов степи вообще явление достаточно логичное достаточно естественное вне собственно каких-то предметов привозимых из Китая вот какого-либо племени за которым фиксировалось бы что они вот все у них китайское мечи у них китайские луки китайские обмундирование китайское такого нет по логике такое должно было бы быть и гунны только постепенно должны были бы терять ломать ну или попросту приходить к выводу что их старое вот это обмундирование оно какое-то уже такое так сказать немодное надо купить новое европейское это должно было бы происходить постепенно и соответственно и соответственно остается всего лишь некий народец который упоминается Клавдием Птолемеем как Чуни и обозначается в общем-то в Причерноморье пытаться его записать в китайцы не знаю тоже есть ли смысл поскольку сам вот этот термин гунны происходит как свидетельствуют труды Амиана Марцелина где используется этот термин и вот если взять труды Марцелина и ряда других римских историков без перевода взять на латыни а потом просто постепенно переводить куски станет понятно что там где так сказать в современном переводе значатся гуны в латинской версии значится термин хонорум генус а значит нам не нужно искать племя гуннов где-то в Азии где-то там еще где-нибудь нам нужно осмыслять от от какого слова произошло хонорум ну и в общем-то как бы поковерявшись в римских же словах в латинских же словах можно найти слово хонор то есть достоинство или слава можно в контексте это вспомнить текст Тацита где он рассказывал о установлении дипломатических отношений между римской империей и царством аорсов где соответственно называл соответственно аорсов и другие народы ну связанные с аорсами видимо имеются ввиду раскаланы видимо имеются ввиду языги агатырсы и другие народы ну часть из которых как агатырсы более поздние акациры это вообще еще народы восходящие к кемерийским народам какие-то части народов как аланы это более соответственно поздние народы среди которых лучше это ракс арияне ракс аланы ну и так далее эти народы в тексте тацита говорится что в общем-то дипломатическая переписка и установление дипломатических отношений между эвноном царем аорсов и римской империей дает начало дружбе между римской империей и великими народами то есть говоря так эвнон ну или тоцы цитирующей эвнона в любом случае имели ввиду или самих аорсов подразумевая что это некое народное объединение где есть центральная династия ее какой-то основной народ и есть еще несколько народов может быть так может быть теоретически но очень маловероятно вероятнее всего что тут имеются ввиду аорсы раксарьяни и другие с которыми также римская империя предполагала установить дипломатические отношения возможно через посредничество тех же аорсов с которыми в общем-то эти отношения уже были установлены а это касается в общем-то 49 года нынешней эры правда для аорсов это не было чем-то новость чем-то новым более ранний царь аорсов гатал упомянут соответственно еще в договорах связанных с дедом Митридата Евпатора то есть касательно договора Фарнака Понтийского с некоторыми народами собственно в Малой Азии и некоторыми другими народами при Черноморье среди этих народов и городов был и Херсонес был и Одессус были и в общем-то владения в Армении ну то есть ряд важных государств с которыми у Фарнака были отношения как собственно в самой Малой Азии так и в Северном Причерноморье в этом видится что у Фарнака видимо как и у его внука Митридата Евпатора были мысли о создании циркумпантиды поскольку циркумпантида когда-то существовала в общем-то под властью кемерийцев и воссоздать данный проект это нечто типа Make American Great Again то есть сделать Америку снова великой циркумпантида слово происходит от циркум то есть круг или вокруг и понт то есть черное море но это другая тема которая рассматривалась мною в видео касательно Митридата Евпатора и его войн с Римской империей часть данных материалов опубликованы еще год назад конечно данные исследования будут дополняться и возможно со временем я выпущу украиноязычную более полную версию тех всех исследований но как бы как бы еще пока точно не знаю как это все будет и когда так вот касательно аорсов в современной исторической трактовке также есть версия которая связывает их с Азией и как и касательно гунов которые на проверку оказываются славянами Хонором Генос так и с аорсами современные трактователи истории пытаются соответственно как-либо приписать аорсов к просторам Азии при этом используются цитаты некоторых античных авторов при этом в первую очередь используются даже не сами цитаты а тот фактор что нынешние читатели конечно же не станут эти цитаты проверять и для нынешнего среднестатистического читателя если он как-то заинтересовался чем-то таким он открывает википедию читает что да аорсы это тоже чуть ли не китайцы смешанные с иранцами прикочевавшие из далеких азиатских степей и он такой ну класс почему бы нет если же человек идет учиться в соответственно официальные системы образования там человека также будут пытаться всячески забить пытаясь его так сказать привести к такому состоянию при котором он будет воспринимать то что ему навязывается из учебника и не будет пытаться по-своему это как-то осмыслить не будет пытаться подвергнуть сомнению то что явно сомнительно в частности можно взять во внимание такие факты что вообще термин аорсы имеет параллель в иранском языке как ауруша или ауруса и соответственно в осетинском как урс орс что соответственно означает белый чистый светлый сиятельный в этом вот это аорс родственно соответственно роксоланскому рокс то есть также светлые чистые сиятельные и в рамках идеологии сарматизма существовала версия что когда-то аорсы были настолько могущественны что часть династии вот этих роксов аорсов откололась подчинила себе алан с тех пор стали называться аорс или рокс арианами рос арианами рос аланами ну слово алан происходит от слова ариан и в общем-то слово алан являлось одним из поздних синонимов к слову сармат когда сейчас существует фирма по производству мясных изделий с названием алан для меня всегда как-то как-то странно ну вот если бы фирма мясных изделий с названием там не знаю вареный вагнеровец я бы такой о то что надо а соответственно как-то с названием алан тут у меня тут у меня какие-то смутные ассоциации сомнения ну так или иначе это больше шутка однако вот этот термин дает возможность предполагать связь соответственно аорсов с раскаланами потому что и в основе этнонима ракс ариани лежит именно корень рокс с значением светлые чистые правильные царственные и соответственно слово аорс также переводится как светлые чистые царственные в общем-то вот этот термин светлые в плане великие зафиксирован еще и в повести временных лет где упомянуты князья и упомянуты светлые князья и в других текстах где великий князь руси часто называется светлейший князь в значении величественнейший князь это все еще от вот этих корней аорс и рокс которые обозначали светлость и сиятельность данных личностей что было синонимом их величественности и превосходства над другими и вполне вероятно что в лучшие времена династия аорсов имела обширное владение и на территории Задония и Прикавказья и возможно даже Средней Азии по теории сарматизма собственно и Ракс Арияне в общем-то имели связь и как бы одна из ветвей аорсов в свою же очередь аорсы это часть ядра сарматской династии которая смешалась с скифскими автохтонными силами и династиями Украины в этом плане конечно же сами Ракс Арияне более близки Саям или Басилитам то есть царским соответственно сарматам но и в аорсах можно заподозрить потомков царских скифов сарматизированных потомков сарматизированных частичных потомков центральной ветви династии собственно скифов но это также требует дальнейших всевозможных изучений в географии Страбона упомянуты некоторые аорсы и некоторые сираки и говорится что в общем-то эти являются одними из наиболее могущественнейших из сарматских народов владения аорсов и сираков а точнее их осколков простираются на юг до кавказских гор они частично кочевники частично живут в шатрах и занимаются земледелием а из данных сведений в общем-то видим опровержение к тому что далее будет писать стацит и марцелин которые считали аорсов и роксоланов исключительно кочевниками если почитать описание соответственно гуннов которые типа рождаются в седле и умирают в седле всю жизнь проживя в седле наверное не моясь и наверное испражняясь так же в седле и наверное сношая женщин так же в седле как это должно было выглядеть черт его знает но соответственно вот как-то так карикатурно некоторые греко-римские авторы пытались это представить так вот касательно в общем-то аорсов и особенно расколанов у тех же греко-римских авторов есть такие же бредятинки однако в общем-то согласно человеку которого можно считать или отцом или как минимум соотцом географии они частично все-таки и земледельцы а из этого можем делать так же далеко идущий вывод что так называемые вообще кочевники северного причерноморья это вообще ни разу не кочевники в том плане в котором это воспринимается сейчас как люди которые просто не умеют заниматься сельским хозяйством и которые просто вот в меру своих таких вот недоразвитостей кочуют с какими-то отарами скотины не имея огородов не имея полей тем более кочуют кочуют и вот так и живут тут речь о другом речь о том что среди этих народов была какая-то мирная мирно хозяйственно промышленная часть которая изготавливала и доспехи и вооружение и снабжала провизией а была воинственная часть которая в общем-то не занималась сельским хозяйством а занималась исключительно войной ну так как бы что не так дальше могу зацитировать некоторые сведения Страбона где говорится эти аорсы и сираки являются видимо изгнанниками племен живущих выше аорсы обитают севернее сираков абиак царь сираков выставлял 20 тысяч садников спаден царь аорсов даже 200 тысяч однако верхние аорсы выставляли еще больше так как они занимают более обширную область аорсы владеют по большей части побережья Каспийского моря поэтому они вели караванную торговлю на верблюдах индийскими и вавилонскими товарами получая их в обмен от армян и индийцев вследствие своего благосостояния они носили золотые украшения аорсы впрочем живут по течению Танайса а сираки Ахардея тут в общем-то упомянуты аорсы которые жили и в придонщине и которые жили вообще возле Кавказа с другой стороны тут же упомянуто что они являются осколками или изгнанниками от других аорсов которые жили где-то в другом месте которых было намного больше и которые как бы имели и воинство больше особенно если учитывать что вот эти выселки занимались торговлей то тут следует предполагать как раз не то что туда переселялся сам народ а именно то что да жили аорсы основные соответственно на территориях между речи Днепра и Днестра а были и аорсы которые как в общем-то новгород ильминский для киевской Руси был таким вот северным форпостом так и тут тогдашняя в общем-то прото-русь аорсия имела свои владения на территории возле Дона и возле Каспийского моря для Киевской Руси подобные практики были нормальными и тут даже речь не только о Новгороде Ильминском тут можно вспомнить и Белую Вежу и Тьму Таракань то есть княжества которые находились в землях где вообще других каких-то таких централизированных поселений славян уже не было и которые были как бы в изоляции так вот и тут выселки основных аорсов в средоточиях других сарматских народов которые посредством которых осуществлялась данная торговля поскольку да возить товары не знаю от какой-нибудь Каспийского моря условно говоря до Днестра это несколько сложно легче возить товары от Каспийского моря до Дона а соответственно дальше от Дона уже до Днепра и Днестра и соответственно одна часть может заниматься получением товаров от индусов и вавилонян условных а другая доставкой их дальше и третья собственно доставка еще дальше тем не менее из этих сведений сторонники нынешней трактовки истории высасывают как из своеобразного терешина самое разное что им в общем-то может быть и не стоило бы высасывать и соответственно предполагают что эти аорсы были именно азиатами которые потом просто вторглись владения других сарматов которые уже стали европейцами но спустя время гунны также самовторглись и тоже были очень азиатскими азиатами ну да ну да ну также некоторые другие авторы типа Амиана Марцелина писали такие фразы как мало помалу постоянными победами изнутри изнурили соседние народы и распространили на них свое имя и из этих сведений в общем-то сторонники нынешней трактовки выводят что Аланы вытеснили часть Аорсов и так заняли восточные территории расселения сарматских народов учитывая наличие не каких-нибудь Алана Аорсов а именно Ракс Аланов Ракс Арианов тут еще можно задаться вопросом относительно того кто кого вытеснял и кто кого подчинял и или прийти к тому что в разные исторические периоды это было как минимум в обе стороны а по сути все равно тут речь идет о сродных народах но так или иначе пытаются за Аланами закрепить звание еще одной кочевой орды которая сначала вот кемерийцы сюда пришли как кочевая орда потом как кочевая же орда ушли скифы пришли как кочевая орда так же само ушли потом сарматы пришли уже не ушли потом поверх сарматов аорсы пришли потом аланы пришли а потом еще и гуны пришли а потом откуда не возьмись появился Это из леса выпрыгнись, то есть славяне, которые выпрыгнули на всех этих из леса и так расселились, что куда-то этих всех подевали и стали обширнейшим народом, заселяющим всю Восточную Европу. Так себе историческая трактовка, но что есть, то есть. Еще что важно, что у того же Аммиана Марцелина говорится, что Аланы во всем подобны гуннам, за исключением светловолосости. Из чего, в общем-то, также можно сделать вывод, что гунны не были ни китайцами, ни тюрками. Поскольку облик Аланов был достаточно хорошо известен европейцам, это были такие же европейцы, как, собственно, другие европейцы, как германцы. В общем-то, светлее намного греко-римлян, которые уже неплохо были так подсмешаны с семитскими и африканскими народами. И, конечно же, среди условных славянских народов некоторые являются светловолосыми, некоторые являются темноволосыми. Ну и что, как бы, из этого? То, что у Аланов светлые волосы, а у гунов, условно, темные. Хотя тут тоже вопрос, у каких гунов, у каких Аланов? Кто рядом ставил гуна и Алана и отмерял, что у того более светлые, у того более темные? Если подразумевать под гуннами вообще совокупность народов, то тут тоже по каким именно гуннам выверялся среднестатистический гунн? Ну, допустим, что вымеряли их по потомкам тех же самых раксарьянов и аорсов. Тогда вполне, почему бы нет? У Аланов волосы светлые, у других славян волосы темные. Но, в общем-то, тот же Амиан Марцелин не говорил, что, допустим, между гуннами и аланами разница существенная в языке. Разница существенная в том, что одни узкоглазые, а другие не узкоглазые. Или у одних там кожа как-то намного темнее, а у других светлее. Не говорил, что одни типа иранцы, а другие типа китайцы. Ну, то есть, если по свидетельству Амиана Марцелина вся разница между аланами и гуннами в том, что аланы более светловолосые. Ну, тут остается еще вспомнить, что по Приску Панийскому. Во-первых, Аттила это скифский царь, все придворные Аттилы это тоже какая-то скифская знать, скифские князья. И Одуакр это потомок, ну, точнее, сын природного гуна, которым Приск Панийский называет его отца. Смотрим на изображение Одуакра, видим человека с такой же стрижкой и с такими же усами, как ранее на своих монетах представлен Фарзой, как ранее на своих монетах представлен Инисмей. То есть, та же стрижка под котелок, те же усы, хоть казак, хоть сармат, хоть скиф. В общем-то, прямая, как бы, связь поколений, связь времен. И где тут азиаты? То есть, ну, все. Вот так, исследуя все это комплексно, мне даже не остается никакого истории места, куда можно было бы что-то предположить. Типа того, как Хмельницкий, воюя с речью Посполитой, допустим, брал себе в союзники татар, можно было бы что-нибудь предположить, что и гуннские цари брали каких-то азиатов себе в помощь. Но нет, нету куда этих азиатов разместить, как бы. Все, что касается внешности, обмундирования, вооружения, геральдики, способов ведения боя и так далее, и так далее, у гуннов соответствует Европе. Еще интересно, некоторые современные трактователи истории пишут, что гунны были китайцами, потому что гунны имели знание о том, как штурмовать укрепленные города, которые якобы они подсмотрели в Китае. Но как бы, как они эти навыки передавали во время нескольких поколений, пока они мигрировали по степи, вопрос еще вопросенка. А с другой стороны, как показывает, в общем-то, история войн гуннской империи с римскими империями, у гунов не было врожденного навыка по штурмованию, соответственно, крепостей. Да, у гунов были некоторые специалисты, которые, как и римляне, специализировались на штурме крепостей, но известны несколько примеров, когда даже Аттила не брал некоторые крепости, попросту потому, что у него не было специалистов по осаде укрепленного города. Так где же врожденный китайский навык по штурму крепостей? Ну, вот эти официальные трактовки, которые любыми способами пытаются как-либо связать гунов с китайцами, они вообще ни от чего, ни о чем и опираются на ничто. Тем не менее, можно с уверенностью считать гунов Хонором Генос именно первым массовым упоминанием славян, а аорсов, соответственно, одними из прямых предков украинского народа. Среди царей аорсов известны такие имена, как Мельнивар, Абхай, Гатал, Имесей, Спадин, Эвнан, Умабий, Фарзой, Инисмей, Валдраган и некоторые другие. Ну, и самым поздним из известных правителей царства Аорсов, тогда имевшего формацию как Антская держава, был Магаксенес Бус, которого убил Винитарий или по некоторым другим сведениям Германарих. Касательно Буса, если взять такого российского псевдославянского, псевдоисторического псевдореконструктора, как Александр Барашков, известный также как Александр Асов. Так вот, Александр Асов изобрел Химеру, изобрел Франкенштейна, которого он назвал Бус Кресень Белаяр. Хари Кришна, Рама, Аллах Акбар. Ну, или как. А все происходит из-за того, что в Велесовой книге упомянуты имена, некоторые были, соответственно, атрибутированы за сюжетами, связанными с, собственно, князем Бусом. Ну, и вот так исследуя Велесову книгу, Асову показалось, что в Велесовой книге князь Бус упомянут то, как Бус, то, как Белаяр. И из этого Асов вывел Химеру Бус Белаяр. Если же разобраться с этим делом внимательней, окажется, что в Велесовой книге известен князь Бус. Это, собственно, Аорский князь Анской державы. И также в Велесовой книге известен князь Баламер, которого иногда там так подписывают, что можно прочитать, как Белаяр. Это разные князья. Князь Бус принадлежал к Анской державе. Князь Баламер принадлежал к Роксарьянской державе. Они не были ни одним человеком, ни сиамским близнецом, ни супружеской парой, ни чем-то вот таким вот. Но, как бы, зачем Асову вдаваться в такие подробности? Однако можно уточнить, что более поздними осколками державы Аорсов или Анской державы, которые возникли уже после, соответственно, смерти Буса и всех этих дел, были Аорусия или Арсания, то есть, собственно, некое династическое ядро Аорсов, которые фактически остались уже в синхроне с ядром династии Русов, то есть в районе Кировоградщины и Черкащины, и некоторое время были известны как Арсания или Золотая Русь. Золотая Русь, возможно, это ввиду их контактов с римлянами или с римской подачи. Вот это Аорс было интерпретировано как Аорум Рус, то есть Золотая Русь. Ну, ну, что тут сказать, что тут сказать, не знаю. Тем не менее, такое было, и дальше уже у арабских авторов они известны как Арсания. Единственное, что эти арабские авторы скрещивают термин Ратания, Артания, Арратания и Арсания. А московиты Рады, там, той путаницы, которая и так есть у арабских авторов, и они говорят, класс, а скажем мы, что тут речь идет про Эрзианию! Уху-ху-ху-ху-ху! Так сказать, фак большой покажем украинцам. Но вот только факом остается насладиться тем самым московицким трахтователем истории, которые это выдумывают. Так как у арабских авторов уточняется, что Арсания находится приблизительно там, ну, на таком, короче, расстоянии, как может находиться только лишь территория Черкащины и Кировоградщины, а никак не территории далекой Эрзянии, то есть более поздней Рязани. Поэтому, поэтому.